МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямой эфир телеканала «Россия» продолжает вести ульяновского региона. В студии Рина Шмойгова. Здравствуйте. Итоги уходящей пятницы в нашем выпуске. Расходы городской казны выросли на 22%. Львиную долю потратят на образование. Бюджет 2022 года общественность поддержала. Арестован на два месяца. Подробности в деле о крупном хищении бюджетных средств. А также путь к сердцу женщины. Руководство для желающих жениться подготовил молодежный театр. Итак, Владимир Разумков провел первое заседание Кабинета министров. Пока никаких кадровых перестановок, лишь знакомство с работой отрасли регионального правительства. Отчеты, законопроекты, исполнение указов президента. О новом принципе работы областного Кабмина Максим Бажанов. Работа в команде. Владимир Разумков сразу обозначил главный принцип работы Кабинета министров. Новоиспеченный председатель уверен, четкое взаимодействие между отраслями поможет добиться успеха во всех поставленных правительству задачах. В ближайшее время со всеми с вами еще более плотно постречаюсь, пойму, чем дышат отрасли, основные их проблемы с тем, чтобы наметить те либо пути решения, либо направления развития, в которых мы с вами должны, собственно говоря, дальше развиваться и работать. А пока слушаем отчеты о проделанной работе. Главное – исполнение бюджета за 9 месяцев текущего года. Здесь есть положительная динамика. Доход в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос до 55 миллиардов рублей. По расходам также рост на 8%. Всего потратили 59 миллиардов. Несмотря на дефицит, все социальные обязательства выполнены. Сложился дефицит в сумме 4 миллиарда 465 миллионов рублей. Комплекс, принимая меры по обеспечению сбалансированности бюджета за счет иммобилизации собственных доходов и привлечения средств и повышения эффективности бюджетных расходов, позволил профинансировать все необходимые социально значимые статьи и программные мероприятия. Одна из таких программ – помощь пожилым людям на самоизоляции. Уже целый год 670 волонтеров доставляют товары первой необходимости и лекарства прямо к дверям пенсионеров. Только за ноябрь отработано более 20 тысяч заявок. За весь период цифра перешагнула отметку в 160 тысяч. Кроме этого, наши волонтеры вместе соцработниками учат людей пользоваться такими приложениями, как Сбермаркет, Сберагиаптека, чтобы люди уже могли сами с телефонов заказывать курьеров и необходимые продукты питания и лекарства. Врачам, кстати, тоже помогают с покупкой жилья. Например, дают 150 тысяч на софинансирование первого взноса по ипотеке. Меры поддержки уже воспользовались 98 медработников области. Еще 7 человек получили по миллиону рублей по программам «Земский фельдшер» и «Земская медицинская сестра». Также регион предоставляет врачам бесплатные земельные участки под строительство частных домов. В настоящее время данные участки могут быть предоставлены всем городам вне зависимости от критерий нуждаемости. И предоставляются в Базарно-Сызганском, Барыжском, Николаевском, Новомолоклинском, Павловском, Радичевском и Старопулатских районах Ульяновской области. Еще одна тема заседания – увековечивание памяти врачей, проявивших героизм в борьбе с пандемией и отдавших свою жизнь при исполнении служебного долга. Например, Корсунской больнице присвоено имя Владимира Феошина. Ульяновский медколледж переименовали в честь Светланы Анурьевой. В Лаишевке – одну из улиц. Назвали именем врача Александра Лощенкова. Максим Бажанов, Денис Миронов. Вести Ульяновск. Ульяновцы одобрили проект городского бюджета на 2022 год и плановый период до 2024. Публичные слушания прошли сегодня в городской администрации. Итоги в нашем репортаже. Публичные слушания прошли в открытом формате. Онлайн-трансляция велась на протяжении всех обсуждений. Граждане могли задать вопросы по телефону горячей линии. По мнению ульяновцев, серьезное влияние на экономику по-прежнему оказывает пандемия. При этом финансовый документ города традиционно сохраняет свою социальную направленность. В следующем году Ульяновску потребуется 14 миллиардов 300 миллионов рублей. Что на 22% выше уровня первоначального бюджета 2021 года. Или на 2 миллиарда 591 миллиона рублей. Расходы за счет собственных средств составят 6 миллиардов 406 миллионов рублей. Львиную долю городской казны 9 миллиардов рублей в следующем году направят на социально-культурную сферу. Из них 7,5 миллиардов на образование. Если мы говорим о будущем, то будущие все-таки это дети. Поэтому я только за то, чтобы львиная доля бюджета была у нас именно выделена на образование. Особенно на строительство детских садов. Бюджет следующего года вырос на четверть по сравнению с бюджетом 2021-го. Здесь хочется поблагодарить нашего губернатора Алексея Юрьевича Русских, депутата законодательного собрания за взаимодействие с нами. И помощь из федерального бюджета, конечно, в обновлении инфраструктуры города будет очень и очень важно. Дополнительные средства в бюджете предусмотрели и на ремонт дорог, и на обновление общественного транспорта. Что улучшилось качество дорог, приобретены новые трамвайчики. В будущем еще в 2022-2024 году 50 единиц будет закуплено и 29 троллейбусов нового поколения. Это, конечно, улучшает жизнь нашего населения. Ульяновцы поддержали проект бюджета на 2022 год и плановый период до 2024-го. Принять главный финансовый документ города планируют уже 8 декабря. Ирина Шмыгова, Вести, Ульяновск. Внезапный поворот в так называемом фармделе. Сегодня 6-й Кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор, согласно которому экс-депутат регионального парламента, два бывших министра областного здравоохранения, а также бывший директор Ульяновской фармации и ее заместитель были признаны виновными в мошенничестве на госзакупках в особо крупном размере. Региональному бюджету был причинен ущерб на сумму более 11,5 миллионов рублей. Приговор фигурантам уголовного дела вынесли еще в конце января. Тогда Игорь Тихонов и Рашид Абдулов были приговорены к реальному лишению свободы. Павла Дегтяря, Ольгу Кузнецову и Евгения Когана осудили условно. Их адвокаты обратились в 6-й Кассационный суд. Теперь уголовное дело возвращается на новое рассмотрение. В Ленинский район и суд Ульяновска будет заменен и состав судей. И буквально несколько часов назад стала известна мера пресечения для бывшего вице-губернатора Анатолия Зернова. Решением Басманова суда его отправили под арест на два месяца. Напомню, бывшего чиновника подозревают в хищении бюджетных средств, которые выделили на ремонт помещений в здании регионального правительства. По данным следствия, он воспользовался служебным положением и привлек к участию на конкурсах на заключение госконтрактов, аффилированных ему предпринимателей, которые вносили в проектно-сметную документацию ложные сведения. В итоге стоимость работы и материалов была завышена на 15 миллионов рублей. Анатолия Зернова задержали накануне в Москве. Бывшему чиновнику предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Расследование уголовного дела продолжается. И к другим темам награды за любовь и доброту. В Ульяновской области в преддверии Дня матери подвели итоги ежегодного конкурса «Мама года». Его участницами стали 140 женщин со всего региона. Каждая должна была оригинально представить себя и свою семью членам жюри. И я выжжу, что вне зависимости от его итогов, каждый из вас уже является победителем. Каждый из вас мы посвящаемся. Пусть ваш пример вдохновляет других женщин. И на участие в конкурсе, и на пополнение семьи. В финал вышли только 39. Хранительный семейного очага конкурс проводился в пяти номинациях. Творческая мама в начале пути, преодоление, многодетная мама и бизнес-мама. Главные критерии для победы – умение совмещать воспитание детей, ведение домашнего хозяйства, работу и свои увлечения. Мы родители активные, детей вовлекаем в разные наши жизни. То есть посвящают наши дети тренировки. Мы очень увлечены спортом все. И мамы, и папы, и наши дети. Дети очень любят рисовать, посещают за студии. Но и маленького тоже привлекаем к нашим занятиям. Наградили сегодня не только мам, которые участвовали в конкурсе «Лучших из лучших». Отметили благодарственными письмами и знаками «Материнская слава». Вишенкой на торте стала семья Долговых. За свой труд, терпение и воспитание семерых детей супружеская пара награждена Орденом Родительской славы. До них такой награды были удостоены всего семь семей Ульяновской области. Вся эта неделя в регионе была тематическая и посвящена приемным семьям. В эти дни родители, которые приняли в свою семью детей-сирот, смогли получить бесплатную юридическую и психологическую помощь. Прошел ряд праздничных мероприятий, где приемным семьям подарили памятные подарки, вручили благодарственные письма. На территории нашего региона больше двух с половиной тысяч приемных семей, в которых воспитывается почти три с половиной тысячи ребятишек. Это те детки, которые попали в семью, в приемную семью, где о них заботятся, где их любят и где для них создаются все замечательные условия. Вот эта неделя как раз посвящена тому, чтобы пропагандировать домашнее устройство детей. В восьми региональных домах сирот сегодня воспитываются 300 детей. С каждым годом эта цифра сокращается. Все чаще жители Ульяновской области принимают в свои семьи детей, оставшихся без родителей. В их числе и Ольга Захарова. Она стала приемной мамой для шестерых малышей. Какая у меня была скучная жизнь до 40 лет. Когда появился Миша, потом Ириша, потом Игнаша, потом Саша с Аришей, Слава. Да это вообще так интересно жить стало. С ними уроки учишь, все вспоминаешь. Опекунам и приемным родителям ежемесячно выделяются средства на содержание ребенка, на его проезд до школы и кружков дополнительного образования. Также родители получают вознаграждение за каждого малыша, которому дали дом. Ульяновский молодежный театр подготовил руководство для желающих жениться. Трехтомного свода правил вы не увидите и не услышите. Спектакль о любви двух бескорыстных сердец поможет разобраться в характере женщин. История о любви искренней, страстной, порой наивной и бескорыстной. В основу сюжета нового спектакля молодежного театра легли новеллы сразу трех авторов. Антона Чехова, Эдуарда де Филиппа и О'Генри. Это рассказы, которые объединены одной темой. Темой взаимоотношения мужчины и женщины, взаимоотношения молодых людей. Темой любви, поиска любви. Спектакль «Шутка» наполнен итальянскими страстями и неподкупными человеческими эмоциями. Приготовьтесь долго смеяться, а где-то даже всплакнуть. Один из главных героев примерно семьянин. Только с этим могут согласиться не все зрители. Но и за свое счастье каждый борется по-своему. Мой герой, его зовут Артура. Нашел такой своеобразный способ, пока раскрывать его не буду, как сохранить это свое семейное счастье. Каждый сохраняет его по-разному. Ну вот в этой семье так завелось. И от этого, наверное, их любовь еще только подогревается. Делла рыскала по магазинам в поисках подарка для джима. С руководством для желающих жениться можно ознакомиться уже в эти выходные 27 и 28 ноября в Ульяновском молодежном театре в 17.00. Мест для тех, кто любит точный и честный чеховский стиль, неповторимую мудрость и пронзительную иронию о любви ограничено. Марина Тимофеева, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. На этом наш выпуск завершен. Далее по традиции информация о погоде. Всем приятного вечера. Берегите себя. Увидимся. В ближайшие сутки атмосферное давление будет расти. Ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью по области минус 1, минус 6. В Ульяновске от 2 до 4 градусов ниже нуля. Завтра днем по области минус 3, плюс 2. А в Ульяновске около нуля градусов. На отдельных участках дорог гололедится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»